я приветствую всех негорящих работяг и я решил составить личный топ неочевидных вещей драк соус 3 механик детали так далее давайте не буду медлить сразу перейду вот на восьмое место я решил поставить вот это вот вот этот костер вот это место это локация высокая стена лодрика здесь одна особенность я вам сейчас показал там сверху сидит виверна как бы блин залутать без такой без потери без блин смерти особо как бы золотать до места которое она там сжигает как бы вообще там походить потому что речь идет о мобах помимо самой верны вам также там мешает мобы ну или даже банально давайте поменяем ситуацию вам нужен лут да не то что вот души души вам нужны души вы можете вот сюда подойти к палка людям вот этим и он прямо через них вот так вот покувыркаться и виверна вас увидит вот на вот этом балкончике ваш шлемик разозлиться на вас подумать что она вас попадет и начинает все вокруг сжигать вы можете проделать это несколько раз и собственно получить души а потом можете сходить туда залутаться как видите с первого раза не все мобы умирает так что лучше сделать это два-три раза вот такой вот способ фарма и собственно зачистки территории ну а дальше речь пойдет абсолютно легчайшим способе телепортации если вы так сказать хоть немного верующий человек да скажем так если у вас вкачана вера вы можете купить у ирины которая открывается на 3 локации вы можете у нее купить замечательное заклинание называется возвращение да вы можете не использовать больше витой меч можете обменивать витой меч на кусок титанита можете не не использовать копить раздавать друзьям косточки возвращения и вот так вот абсолютно элементарно перемещаться с любой локации на последний костер или костер храма я считаю огромный плюс этой штуки во первых для коллекционеров во вторых для тех у кого нет там витого меча или он обменит его на кусок титанита а косточки тратить не охота вот пожалуйста вот такой вот способ есть если у вас есть лишняя ячейка юзайте на здоровье я считаю вот этого чуда она очень хорошо для пиромантов клириков магов то есть я думаю вы легко сможете это юзать вот так вот такого способ перемещения перейдем на следующее место и в общем на шестое место я поставил тему розарии как собственно легко пофармить уголь казалось бы наверное с рыцарей лотарика да каких нибудь там с сундуком на голове или еще что но на мой взгляд вот этот способ один из самых-самых простых вы открываете ковенант розарии в храме глубин сейчас его покажу как он выглядит вот в локации храм глубин вы открывать ковенант розарии ходите под этим ковенантом и собственно вторгайтесь в чужие миры с помощью красного ока красного к я вам сейчас покажу как выглядит если вдруг кто не понимает не знает что это вот такой вот собственно бихелит и с помощью него вот вторгайтесь в чужие миры убиваете хозяина углей и вот пожалуйста вам лишние угли так сказать по моему мнению это один из самых легких способов фарма углей вот так что пользуйтесь ну и переходим к следующему месту на следующее место я затрону тему агро боссов в кооперативе вообще в кооперативе есть одна такая особенность я уверен многие из меня знают и заметили и знали но я уверен что это далеко не очевидно боссов можно очень легко переагривать в том плане что они агрится только на одну определенную цель например сейчас я запущу в тифика буквально несколько ножей и как видите он сейчас будет атаковать меня после этого удобно в пве против боссов очень хорошо друг может передохнуть похили цветом подобное на следующее место я решил поставить красный мелок и одну его особенность все дело в том что для красного мелка чтобы призвать вторженца через мелок красный не нужен уголь почему это круто и это классно и зачем это вообще может пригодиться помимо пвп помимо пвп с помощью красного угля вы запросто можете прийти к любому другу в мир в виде вторженца как вот сейчас это делаю я в общем-то вас призывает дружочек вы спавнитесь и идете к нему на костер или где он там находится казалось бы ну что тут необычно все дело в том что вы так с легкостью можете передать уголь то есть если у вашего друга закончится уголь или ему что-то срочно надо передать а он не хочет тратить уголь можете вторгнуться как вторженец и абсолютно легко просто без проблем передать ему любые предметы в данном случае я сейчас передам чуваку уголь и после этого мы сможем с ним играть в его мире допустим по какой-то причине у абсолютно нет угля ему негде его фармить добывать и так далее вот так вот он может сделать призвать меня в виде красного фантома да и давать вы можете абсолютно все что угодно ну кроме очевидно квестовых вещей там dlc вещей и тому подобное душ боссов ну это дальше вы сами знаете вот такой вот способ передачи угля в случае его отсутствие у друга на следующее место решил поставить тоже тему затрагивающую агр не только боссов но и большинство мобов все дело в эмоуте речь идет именно об эмоуте который я использую но не обязательно он есть еще один все дело в том что ваш персонаж сидит это очень важно приметить и когда ваш персонаж у так вот сидит то есть его положение головы ниже половины уровня тела смотрите что происходит происходит следующее как видите босс меня почти не трогает но сейчас он по мне попадет да но весь прикол в том что это работает на очень большое количество мобов и боссов то есть вы можете это юзо чтобы сконцентрироваться не потерять хватку и тому подобное тоже интересная деталь и на второе место решил поставить полезную штуку для пвп я думаю все из вас знают у кого открыты поединки нежити то что в поединках нежити нельзя хилиться вообще казалось бы никаким образом да но вот есть одна особенность поединках нежити работают чара речь идет именно о чудах и как вы можете видеть он меня задамажил да а сейчас благополучно отойду вот так вот немножко назад и похиляю с помощью колокольчика заклинанием успокаивающее солнце да это заклинание гарантированно захилит все ваше хп так что она очень полезна а в пве она может захилить и союзников безусловно в пвп это очень полезная вещь я думаю и она тоже относительно не очевидная но все-таки есть один нюанс игроки очень не любят такое и если вы будете это использовать то ожидайте гневных комментариев в вашем профиле или чего-то подобно но собственно не важно это дело ваше личное но все-таки рекомендую стараться это не использовать так а мы переходим к последнему месту к первому топ-1 на топ-1 я решил поставить вот этот возможно многим известный способ но все-таки не очень популярным относительно всех игроков dark souls например многие мои друзья о нем не знают это собственно как в самом начале игры можно попасть на вот эту вот крышу а сделать это достаточно ну скажем так это относительно легко но стоит потратить на это какое-то время в общем вот таким вот образом вы пытаетесь забраться на крышу то есть бежите по дереву и пытайтесь перепрыгнуть через него на крышу вот правда у вас это возможно как и у меня возможно и нет получится только с миллионной попытки через сотни лет страданий и мучений и это для вас один из самых сложных боссов dark souls вот это вот дерево с переходом на крышу и вы его просто ненавидите но собственно у всех всегда что то получается так что вот таким вот образом можно запрыгнуть на эту крышу повторюсь это топ лично для меня не очевидных вещей dark souls но думаю для многих игроков что-то из этого точно может быть иногда полезным и интересным собственно на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии я буду рад любым идеям видео по dark souls в комментариях всем удачи и и и и и и